Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами находимся на побережье Северной Ирландии. Здесь целый ряд очень красивых и уникальных природных мест, которыми я, конечно же, постараюсь поделиться в этой своей экскурсии. Город Бали-Кассел. Город с населением примерно 5000 человек. В 2016 году газета «Санди Таймс» назвала его лучшим городом для жизни в Северной Ирландии. Расположен он великолепно на берегу прекрасного моря, а также здесь довольно веселая жизнь. Отсюда открывается красивый вид на утес Фэрхэт. Мы его видим прямо перед нами. А за утесом просматривается Шотландия. Так вот, с этой точки, со стороны утеса, самое близкое расстояние до Шотландии всего лишь 30 километров. В этих водах 40 затонувших кораблей. Дело в том, что сильные течения создавали бедствия. Корабли терпели крушение, натыкаясь на беспощадные скалы. А в 1987 году английский биллионер Ричард Брансон совершил первый трансатлантический перелет на воздушном шаре из Америки в Ирландию. Но не долетел. Упал неподалеку. Из этого городка паромы ходят также на остров Рафлин, который я вам обязательно покажу в своей экскурсии. А также это место славится своим летним фестивалем, который называется Лама-фестивал. Во время этого фестиваля продаются лошади, ламы и другие домашние животные. И фестиваль уходит своими корнями в 400-летнюю историю. Ну а мы двигаемся дальше. Эти воды побережья Атлантики очень популярны для скоба-дайвинга. Дело в том, что в годы войны здесь очень было много затонувших кораблей. Немецкие подводные лодки атаковали английские корабли, и многие из них так и остались на дне океана. Также это место, где отдыхают лодочки, катамараны. И на одной из них, которая называется Аквахолик, мы недавно плавали. Ну как недавно, до пандемии. Я со своими туристами отправились в увлекательное путешествие на остров Рафлин, который находится в 10 километрах отсюда. Там у нас был сюрприз. Скуба-дайвер нырял на дно, чтобы достать морские гребешки. Здесь их называют скалупы. И после клиенты наслаждались великолепным барбекю там же в Тихой Гавани на месте. Имена не буду разглашать. Это тайна. Несмотря на близость океана, обилие морепродуктов, местные жители отдают предпочтение в фишн-чипс. Играет музыка Местные птицы здесь явно не голодают. Фишн-чипс. Рыба в кляре и жареная картошка. Появился этот фастфуд в Великобритании более 160 лет назад. И стал настолько популярный, что разлетелся по всей Европе. А принес этому блюду популярность один лоточник, который увидел рецепт в поваренной книге. После чего решил поставить лоток и продавать фишн-чипс около фабрики. Успех был грандиозный. Балликасл – очень спортивный городок. Здесь есть и гольф-поля, и теннисные корты, и стадион для игры в хёрлинг. Хёрлинг – это старейшая командная игра, чем-то напоминающая хоккей. А зародилась она во времена кельтов более двух тысяч лет назад. Здесь приведена очень любопытная история об одном местном жителе, которого зовут Джак Макклеллан. И история датируется 1959 годом. Джак жил здесь, неподалёку. И в тот день, в 1959 году, он совершил первый зарегистрированный заплыв до острова Рафлин. Остров Рафлин находится в 10 километрах отсюда. Он совершил это за 3 часа 10 минут, что, в общем-то, хороший показатель, поскольку здесь очень сильные течения. Но, что любопытно, за ним следовали ассистенты в лодках, которые следили за безопасностью этого заплыва. И с собой у них были взяты ружья для того, чтобы отстреливаться от акул. Вот такая история. Мы находимся в очень красивом месте на северном побережье Ирландии. Называется бухта Балентой. Это место образовалось вследствие активной вулканической деятельности, которая была здесь на острове 60 миллионов лет назад. Вот эти все островки вулканического происхождения, всё это базальт. Также здесь есть прекрасные известняковые скалы, которые служат отличным контрастом. Белые, чёрные – прекрасное сочетание. Здесь очень много раз проходили съёмки к фильму «Игра престолов». Например, отсюда, из этой бухты, Тион Грейджой отправлялся к своему отцу на Железные острова. Здесь было снято множество других сцен, не менее драматичных и запоминающихся. Но об этом всём позже в отдельной программе «Игра престолов». С этой точки мы можем видеть сразу три острова. Первый остров называется Шип-Айланд, что переводится «Овечий остров». Следом за ним остров Рафлин, а далее Шотландия. Овечий остров, или как мы его здесь называем Шип-Айланд, не раз был запечатлён в съёмках «Игры престолов». А остров Рафлин славится своими птицами, перелётными птицами, которые гнездятся на этом острове с мая по конец августа. Самые необычные любимые птицы – это тупики. Здесь их называют пафинс. А в водах Атлантики обитает огромное количество всевозможной рыбы, поэтому рыбалка здесь очень популярна. Также здесь не раз я встречала дельфинов. А ещё дайверы поговаривают, что здесь можно повстречать баскинг-шак, что значит гигантская акула. Максимальный размер этого вида акулы – 12 метров. Посмотрите, какая страшная, но совершенно безопасная, поскольку питается она исключительно планктоном. А на этом красивом и контрастном пляже не раз проходили съёмки для фильма «Игра престолов». Эта сцена была снята сразу же после поражения в морском сражении с королевой Серсеей. Также здесь была снята ещё одна сцена. В ночи, когда Дейенерис разочаровалась в своём помощнике Варисе, она отдала приказ дракону его уничтожить. Варис сгорел в пламени дракона. Многие пляжи Ирландии являются почётными носителями награды «Голубой флаг». Это европейская награда за чистоту и уникальность пляжа. Здесь можно заниматься плаванием на каяк, отдыхать и просто резвиться в воде. Несмотря на холодные воды Атлантики, здесь регулярно кто-нибудь докупается. И вовсе не обязательно летом. Есть любители зимнего плавания. Они собираются по заранее оговоренным дням и дружной командой все вместе забегают в воду. Кроме того, эти скалы популярны среди скалолазов. Ну а для любителей тишины здесь всегда найдётся уединённое место, чтобы наполниться энергией и лёгкостью. С этой точки очень хорошо просматривается Шип-Айланд, овечий остров. А за ним находится остров Рафлин. Остров Рафлин известен в своей истории про Роберта Брюса и Паучка. Роберт Брюс был шотландским королём, борцом за независимость Шотландии. В 1306 году его схватили англичане и бросили в яму на острове Рафлин. Там он находился месяцами и потерял какую-либо надежду на спасение. Его жена также была в плену, а его брат был казнён. Вдруг в какой-то момент он увидел маленького паучка, цепляющегося за паутинку. Сильный ветер срывал паутинку и швырял паучка вниз в яму. Но паучок потихонечку карабкался вверх и снова продолжал строить свою паутинку. Очередной порыв ветра и паучок снова внизу на дне ямы. Но он упорно продолжал карабкаться и строить свою паутинку. Это повторялось снова и снова. И вдруг озарение. Роберт Брюс воспрял духом и понял, что здесь его жизнь не закончится. В этой яме он не умрёт. Он вышел, нашёл путь к спасению и также путь к независимости Шотландии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Под звуки богемской рапсодии группы Queen в исполнении ребят из Финляндии мы заканчиваем нашу экскурсию. Но впереди нас ждёт ещё кое-что. Мы побываем на соревновании по стрижке овец, которое проходило здесь, в Северной Ирландии, ещё до всей этой истории с пандемией. Стрижка овец – это очень популярное соревнование. Оно проходит в разных странах – Австралии, Новой Зеландии, ну и, конечно же, в Ирландии. Некоторые из этих соревнований длятся по многу часов. Например, мировой рекорд по стрижке овец в 2016 году установил житель Ирландии. За 9 часов Айвену Скотту удалось обработать шерсть 867 животных, то есть на дно в среднем уходило меньше 40 секунд. Можно только представить, напряжение в теле от многочасовой стрижки овец. Но, говорят, помогает это выдержать адреналин. По правде сказать, стрижка овец всегда вызывает ажиотаж, вполне сопоставимый с футбольным чемпионатом. А с одной овцы порой получается со стричь до 40 килограмм шерсти. Одним словом, зрелище не для слабонервных. Но говорят, что ни одна овца не пострадала. Продолжение следует... Добавил субтитры подог нас! Потом давай поставим к нашему NOW!